Царю небесный, утешителю души истины, И живи везде сын, и вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю предистили соблю, И очистины от всяких скверных, И спаси Боже души наши. Господи, благослови нас на это занятие, Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания божественных слов Твоих. Прибудь с нами, сохрани нас в любви и согласии. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. По имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы заканчиваем третью главу к римлянам. Вторая глава с 22-го стиха. Так, Игнарь Тихонович, у вас на экране текст горит? Или мне поставит? Как уменьшить-то? Я не могу текст достать. У меня два клапана нет. Текст есть на экране, Игнарь Тихонович? Еще надо. Говорит, текст есть на экране? Есть, есть. Есть. В римлянам, третья глава, 22-й, 24-й стихи. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Толкование. Это правда говорит, то есть оправдание, которым оправдал нас Бог, не сходит на всех через веру. Когда мы приносим веру, то оправдываемся все, иудеи и язычники. Далее сущее. Ибо нет различия. Далее продолжает столкование. Иудей не предпочитается язычнику потому, что получил закон, ибо и он согрешил, так как из закона научился только как узнавать грех, а не как избегать его. Если он и не так согрешил, как язычник, но славу лишь он одинаково, потому что оскорбил Бога. А оскорбитель пожинает плод не славы, но без славы. Но ты не отчаивайся. Все оправдываются даром по благодати Божией. А благодать это бывает через искупление. То есть через совершенное освобождение, соделанное Христом, ибо Он оправдал нас, давши самого себя выкуп за нас. Полкование закончено. Поэтому отрывку, если у кого-то есть вопросы, задавайте. Михаил, кому дал выкуп? Кому дал выкуп? А сам как думаешь? Я-то знаю. Отвечай, ладно. Хотел послушать. Это Осипов говорит. Я пересказывать не буду, что Осипов говорит. Никому не давал выкуп. Сатане, что ли, не дал бы никогда. А Отцу Небесному вообще не нужен выкуп. Какой выкуп? Кому дал, вот я спрашиваю. Вот написано здесь, дал выкуп. Кому? То есть апостол Павел пишет, что мы освобождены искуплением. То есть выкуп был предложен. Жертва, выкуп. Кому? Осипов говорит сатане не надо, Богу и подавно. Это правильно я тебя, Михаил, понимает? Правильно это? Нет, неправильно. Говорите как? У нас обычно просят слово. Можно сказать, а потом, если я разрешаю, то тогда говорите. Я молчу еще. Вопрос задан, Игнать Дихонович. Отвечайте. Кому выкуп? Восипов надо спрашивать. Да. Тут его почитатели есть, они много набрались, пусть отвечают. Я только помешаюсь. О! Когда все скажут, что ничего нельзя ответить, ну тогда уж на безрыбие рак рыба. Сергей, можно, да? Да, можно. Я думаю, что это выкуп перед Богом Отцом. Иисус Христос выкупил нас всех через свое жертвоприношение к Голгофе. Михаил, отвечу еще. Пожалуйста, отвечай. Ты спросил, когда Голгоф отвергал Богу. Осипов говорит, не нужен Богу выкуп. То есть, с кем согласен? С Арханом или с Осиповым? Это просто сказано для того, что написано для того, что дал выкуп. И кому там, вот, думайте, кому да. но, значит, чтобы вот простой человек, который приходит ко Христу, церковь читает Святое Писание, чтобы понимал, чтобы вот до него дошло, что Христос не просто так вот пришел, добровольно пострадал и принес себя в жертву для искупления всего человечества, а вот дал выкуп даже, вот даже заплатил, вот чтобы человек простой понял, что это значит, какая-то великая шерфа. Вот и все. А на самом деле Христос все вот это себя дал в жертву ради восстановления Адама в том совершенстве, в котором он был в начале. То есть Адам упал, получил смертность тленность и страстность. И мы наследовали от Адама тленность, смертность и страстность. Страстей во мне очень много. Ну, помру и стлею, это точно. Так вот, значит, если все водами умирают и вообще все, то прекратится человечество, а Иисус Христос пришел, чтобы спасти все человечество, но нужно сперва спасти Адама и восстановить Адама через свои страдания, если он воспринял плоть человеческую и божественную, он как Бог, он бы не чувствовал страдания на кресте, а как человек, он чувствовал все страдания, как будто бы, вот если нас туда пригвоздить, то мы бы так же страдали. То есть мы сочувствовать должны, что он как человек страдал. И вот это совершил на кресте подвиг свой и умер, но перебором, в общем, воскрес и восстановил Адама, как-то вот так вот я точно не могу точно сказать. И мы во Христе и все, много слишком говоришь, что-то ничего тебе не понять. Ты не пил сегодня, и все. Молчу, все, пока. И знаете, может, добавить, он как раз скажет, может, другое у него толкование. Да у нас одно толкование, блаженного фельсилакта. Нам не надо ни уклоняться, ни направо, ни налево. Христос всех искупил. Всех. Почему ты говоришь, сначала Адама, ну, сначала Адама. А некоторые говорят, только Адама, святый Иегову, он искупил, потому что один человек может только за одного человека умереть. Так и до этого дойдем. Далее выкуп. Что, а смерть это не выкуп. Возмездие за грех смерть. Так Бог сказал. И он требует этого. Иначе он не справедлив будет. Он сказал, возьмите за грех смерть. Да, сейчас мы читаем, все согрешили, все лишены. Должен кто-то умереть. Нужен выкуп. А так кто-то выкупа нет, никто умирать не должен. Все пойдут в рай, греши дальше. Здорово живешь. Нет, выкуп должен быть, обязан быть. Здесь я не согласен, хотя я не слышал эти ролики, я не верю, что он может сказать. Выкуп, имеется ввиду, денежный выкуп, кто-то может быть такое подумает, что Христос отцу деньги заплатил за то, чтобы это вообще не зря довод такое выкуп. Кто такое может даже подумать. В этом плане конечно никаких денег он ему не давал. А что может быть цене жизни. Игнатий Игорь Иванович, вам слово. Слово выкуп в Библии встречается 57 раз. А в Новом Завете всего только два раза из этих. И оба раза речь идет не о жертве Иисуса Христа. Это Матфея 16, 26 и Евангелие от Марка 8, 37. Какой выкуп дат человек за душу свою. Все. А откуда возникает вот этот разговор, что юридическое начало Осипов от незнания Писания. Если Библия нигде не говорит, что человека надо выкупить у дьявола, зачем придумывать? Нигде этого нету, вообще нету, даже намека на это нет. И поэтому все рассуждения это дымное надмене мира. А как? Вот как ты сказал, так и есть. Божья сущность, сущность это, ну, почему он сказал, что он Егова. Иначе какие-то свойства Бог-то имеет, и мы знаем это справедливость, любовь, милосердие, долготерпение. И одно из свойств его то, что он свят. И нам представляется быть подобными именно по святости. Будьте святы, как он свят. То есть недостижимый идеал, и поэтому он дается нам в образец, чтобы сколько бы мы не делали, сколько не светили себя, не причащались, мы никогда не приблизимся к той святости, которая есть у Бога. Если у нас есть доброта, она от Бога. Всякое доброе даяние у нас от Отца Света. И так рассуждать Бог нигде, ничего никому простить не может. Вот ты ответил. Не может, это вопреки его свойства. Свойство его святости. И возмездия за грех смерть, вопрос отпал. Какой, кому платить, это все выдумка? Такие вопросы даже задавать не надо. Их нету в Писании. Если во свете Библии идут наши занятия, ты сразу просто надо посмотреть и отсечь этот разговор. Он не туда ведет. Нету выкуп. Это в Ветхом Завете было. Там было, что заплатить барана надо и за землю отдать выкуп. Здесь ничего нет. Вопрос стоит какой? А ответа нет. А раз свой вопрос. Какой? Ну дальше должно быть ответа. Ответа нету. Никакого. Он умер. Он погиб. Напрасно весь мир собирал себе. Отошел. Вот готовим. Римлянам 3 глава 25 и 26 стихи. Которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови его через веру для показания правды его прощения грехов соделанных прежде во время долбитерпения Божия показанию правды его в настоящее время доявится он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Толкование упомянул об очищении жертвой умилостивления и крови дабы убедить иудея что прощение и оправдание совершается через Христа. Если рассуждает ты верил что грехи разрешались кровью овец то тем паче разрешаются они кровью Христа. Если очищение законное будучи образом Христа имело такую силу то гораздо большую силу имеет сама истина. Очищением в скобках очистилищем называется покров назывался покров ковчега украшенный поставленными на обеих сторонах его хирургимами. Оно указывало на естество человеческое которое было покровом божественности закрывавшим его но прославлялось ангельскими силами служащими ему по причине соединения его с Богом Словом. Сказал предложил дабы показать что избавление кровью Христовой предопределено издревле для исцеления от расслабления то есть омертвения от грехов соделанных прежде во время долготерпения Божия. Ибо хотя мы пользовались многой благостью однако сделались подобны расслабленным и омертвевшим а случилось это для показания правды Божией чтобы не только сам Бог явился праведным но и других омертвевших во грехе мог воскресить и оправдать подобно как и явление богатства состоит в том чтобы кому-нибудь не только самому быть богатым но и быть в состоянии сделать богатыми других и так не стыдись оправдываемый таким образом если Бог себе присвояет дело это то есть превозносится и хвалится им как оправдывающий нас в настоящее время то есть когда грех достиг крайнего предела и когда мы признали как бы расслабленными и мертвыми то чего тебе иудеи стыдиться такой славы Божьей вопросы если те стихи которые мы сейчас прочитали люди бы слышали с детства и слышали когда обращались к Богу монашество не было бы жизни на земле ни одной минуты монашество как таковое это есть вызов полностью заслоняющий Христа его жертву когда своими силами люди пытались пойти на полгода комаров кормить и Серапим Саровский уходил так же тело кусали комары он приходил и там язвы были почему думали у милости ведь Божество это чисто языческий подход здесь с чего мы начали сегодня говорить даром слово даром ненавистное для православных о придумали дармовое спасение ну слово даром не нравится называй дармовым даром абсолютно даром а за что за покорность он принес искупительную жертву не выкуп искупительную жертву а зачем возмездие за грех смерти это надо просто выписать и где то чтобы перед глазами было запомнить это я этот стих когда беседовал в доме Мулы с мусульманами ответ такой ну вы же как то придумали легко спасать у вас нелегко когда Ян Затаус говорит так ну вот вообразим лежит дохлый пес собака и сделать ее живой кто может никто а теперь из живой сделать человека ну это вообще выдумка ну не выдумка давайте вообразим так а теперь из живого человека ничтожного заброшенного больного сделать царским сыном а теперь вспомни дохлого пса вот мы такие валялись скота могильник пришел погибшим овцам израиля они овцы были а мы то не овцы мы псы русские это псы собаки ну почему такое ну прямо на патриарха даже нападает он говорит мы даже были не люди а второго сорта некие дикари да знай Христа почему ну и псы едят крохи падающие со стола она сама признала себя псом нам то зачем кочеврышиться здесь из мертвого пса сделать сыном царя вот что сделал с нами Христос и нужно это с радостью принять и не ужимок ничего не показывать смирение лживое свое он сказал и все кончилось и далее идут по горам скитаются я сегодня только считал жития 1 сентября по старому стилю Симеона там столбника что делали с собой мазохизм в высшей степени уничтожения самого себя и это настоятель сказал это не мои слова там почему ну даром непокоренность богу да я никто он пришел и взял мою вину на себя вот агнец божий который берет на себя грех мира и он зато говорит присвой это и скажи не грех мира а мой грех вот в этом вопросе сектанты очень хорошо понимает называет не просто спаситель а лично мой спаситель мы даже не стыдить этого слова лично это усваивать жертву если это так то все остальное не имеет никакого значения является противлением евангельскому пути евангельский путь вот что же хвалить это мы получили даром почему принесена жертва за грех смерть смерть невинного агнесса божия отошел продолжаем римлянам 3.27 где же то чем бы хвалиться уничтожено каким законам законам дел нет но законам веры толкование апостол доказал что мы оправдываемся через веру почему справедливо спрашивает иудея где же то чем бы хвалиться тебе и гордиться не говорит где добродетель ибо иудеи не имели добродетели но только по хвальбу и продолжает уничтожено что значит хвалиться уже не время до Христа благовременно было хвалиться законом а теперь уже не благовременно ибо стало видно что похваление им бесполезно ибо если бы мог оправдать нас закон то не было бы для нас нужды во Христе таким же спрашивает законом уничтожено законом ли дел то есть тем который говорит что исполняющий их человек жив будет левитом 18.5 ибо это сказал закон Моисеев нет отвечает но законом веры который оправдывает благодатью а не делами вот и веру называет законом потому что слово закон было в чести у иудеев итак хвались иудей верой которая может оправдать тебя поколение закончено и вопросы пожалуйста нет вопросов гнать тихонич все что-то надо открыть стоять на том что здесь написано я для православных говорю занятия православные ведут повторять вот эти слова которые дают толкование хвалиться надо еврейскому народу господь сказал когда дал закон и окрестные народы когда услышат какой у вас закон закон нравственные десяти слов скажут какой великий и дивный народ только за то что есть закон не то что исполняют а просто ну какая конституция это вот у нас как бы то ни было но еще по россии не идут эти гей парады как в америке еще открыто не венчают этих садомитов проклятых которые хуже любой скотины это об этом и слова божьем мы находим именно так скотина нигде не совокупляется с таким же полом как она а что нужно делать прославлять Бога что мы спасены даром за что ни за что просто я поверил вера вера открывает двери доступ к благодати Божией вот этим ты можешь хвалиться он меня избрал православных как огня боятся этого слова грешно многогрешно а ты должен сказать много званых мало избранных избранные это двери открыты верою и я уверовал верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную не верующий не увидит жизни хоть день и ночь на болоте лежи но гнев Божий пребывает на нем только за то что он не верит и вот эти слова это центральные слова для православных в первую очередь и как печально когда веры нету в истинной вере истина есть говорит да служители у ней неистинные отошел продолжаем продолжаем на римлянам третья глава 28 30 стихи ибо ибо мы признаем что человек оправдывается верою независимо от дел закона неужели Бог есть Бог иудеев только а не и язычников конечно и язычников потому что один Бог который оправдает обрезанных по вере и не обрезанных через веру толкование доказав что оправдание в крови Христовой а не в делах закона заканчивает речь и говорит из всего сказанного заключаем что всякий человек оправдывается верой не смущайся этим иудей будто нелепостью Бог есть не частный Бог чтобы спасти только тебя а не всякого человека здесь же пристыжает иудеев и весьма устрашает их как богоборцев если не допустят что язычники спасаются спасаются через веру ибо они не верят что он есть Бог всех и равно промышляет обо всех один говорит есть Бог то есть Бог иудеев и язычников который и обрезанного оправдывает не законом но верой и не обрезанного принимает при посредстве веры упомянув же об обрезании и не обрезании припоминает и сказанное выше где доказал что ни обрезание не приносит пользы когда нет дел ни не обрезание не вредит само по себе и так при том и другом нужна вера вопрос пока нет вопросов идем дальше или законченная третья глава потом порассуждаем 31 стих и так мы уничтожаем закон верою никак но закон утверждаем толкование сказанное что закон не спровергается верою привело иудеев в смущение поэтому врачуют их своей великой мудростью говоря что вера утверждает закон ибо чего желал и закон то есть оправдать человека но не мог сделать то совершает вера кто только уверовал тот уже оправдался и так вера не уничтожила но утвердила закон выражением утверждаем внушает что закон лежал а лежащего надо поднять и поставить ну вот давайте теперь поговорим вопрос есть ну вот есть некоторые люди которые говорят что вот человек уверовал во Христа и закон теперь не нужен любовь 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 как он с ним говорить ветхий завет начинаешь ссылаться на ветхий завет борода не нужна пояс не нужен а если ты бороду носишь давай пейси тогда носить не знаешь что и сказать прижимает тебя все соблюдать то все тогда я вчера задавал вопрос почему бороду оставили а пейси убрали пейси вот эти у евреев тоже вроде как к закону относятся или по слову закон нужно что-то вот конкретное здесь утолковательно он говорит закон он хотел оправдать человека не убить если ты никого не убил еще 9 заповедей исполнил ты остаешься живой и сейчас Христос утверждает но он не сработал этот закон то есть все кто-то либо стал убийцем либо предуплодеем либо идолопоклонником что-то что-то и все вместе как 10 заповедей нарушали как вера уничтожает закон в чем уничтожение олег свад давай встречай я маленько о другом хотел сказать я хотел наоборот вопрос задать могу попробовать изъяснить если хотите услышать изъяснить что вера уничтожает в чем уничтожение закона теперь не надо соблюдать в чем написано закон был дан до времени по причине умножения беззакония закон деталоводили к кресту другое место написано так уничтожали закон обетование божие то есть было обетование дано Аврааму что даст детей ему как песок морской это было сказано не только об Израиле это сказано также о всяком верующем который становится другом богу который проявляет ему послушание то есть закон был дан на время закон был дан не для оправдания писания но для того чтобы законом открывается грех закон как крайний рубеж который обозначал бы грех или многие люди хотели бы оправдаться евреи пытались оправдаться законом но не могли оправдаться потому что закон был дан не для оправдания а для осознания собственной немощи потому что никто не мог его исполнить Говорят, но если бы кто исполнил, тот был бы праведен через закон. Но никто не мог его исполнить. Закон был ослаблен плотью. Люди не могли не грешить. Надо было, чтобы закон указывал на Христа в прообразе. И о законе написано так, что это есть тень будущих благ, но не самое тело. Тело же во Христе. Христос говорит так. Господи, всесожжений ты не захотел, но тело уготовало мне. То есть закон указывал на жертву Христа, что принадлежит прийти и пострадать, чтобы искупление. То есть все жертвы, все это служение было направлено, нацелено. Оно указывало на Христа. И пророки свидетельствовали об этом. Христос говорит так. Изучайте Писание, ибо из них думайте иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют обо мне. Закон и пророки свидетельствовали об Иисусе Христе. Закон, он хорош. Никак он не является плохим, но хорош он на время. Это примерно можно было бы сказать, примерно как у Поповина у нас. Мы каждый имеем пупок, которым были некогда привязаны к матери своей, посредством которого мы сохранялись и возрастали. До времени пришло время, и не имеем нужды в Поповине. Поповина сия была отсечена. Если бы тот снова хотел восстанавливать Поповину, тот был бы одним из безумнейших, находясь в зрелом возрасте. Посему не должно нам обращаться к делам закона. Но Поповина, скажем ли мы, что Поповина плохая вещь? Никак. Потому что через Поповину мы тоже сохраняем и возвращаем. Примерно вот такое обращение. Закон мы не уничтожаем верой, потому что законом, лишь услышавши о законе, мы познаем, что мы все под грехом. Закон всех заключил под грех. И мы не имеем оправдания ничем. И нечем нам оправдаться, и нечем нам выкупить душу свою. Только Иисус Христос может это сделать. И почему закон мой? Как там написано? Сейчас минутку открою. Не уничтожаем закон веры, но утверждаем. Каким образом? Утверждаем его тем, что мы признаем, что все под грехом. Вот в этом смысле. Утверждение закона, но не уничтожение. Все, я закончил. Ян Затаус говорит так. Закон нужен, как где-то водитель. И это естественно, что он сосет грудь матери. Два завета. Но если уже вырос совершенный муж, и припадает грудям, насколько это неестественно. Вот и ответ. Вот что Олег сказал, это абсолютно правильно. Так, ну а как узнать, где грудь, где сосать, где не сосать? Там же столько много в Толбуде всякого написано. И что-то мы оставили, а что-то не оставили. Вот этим занимались на соборах святые отцы. Есть такая книга, Новая Скрижаль. И книга Симеона Солунского. Вот две книги называю. Нам уже решать не надо, определенно. Ну вот женщина нечистая села где-то на скамейку в городе. И ты сел. Ты тоже до вечера нечист по еврейским законам. В Новозаветнем это не соблюдается. Но если женщина родила младенца, она нечистая. И она в храм не ходит. И у нас вот прямо в притворе батюшка, когда исполняются одни, там сколько младенцу, какому, девочке или мальчику, вычитывает молитву. Эта церковь приняла. Тут что принять, а что не принять. Виски там, песни эти. Это церковь уже определенных, каждый пункт разобрала. Нам ничего не надо придумывать. Придумывать вначале мы сразу отошли от православия. Если сидели там 300-400 епископов и принимали решение, ну, кто я, чтобы поднимать голос, и я не согласен. Ну, не согласен еще и от этого. Ложись спать. Посты у нас ни одного нет, чтобы он был евангельский, апостольский. Правило содержит 69-е только о Великом посте, пятницу, субботу, среду пятницу. Но рождественские, успенские, они есть. Петров пост, они есть. И как православный я вопрос даже и ставить не должен. Даже вот нас в детском лагере мы никогда не нарушали. Не положен елей. На этом все. Иначе конца не будет. Можно из-за любого движения выродиться в секту. Вот у нас когда это шло, так называемое признание канонического акта, канонического общения с московской патриархией, мы сразу приняли решение не принимать. Но сделали оговорку. Какое решение примет Синод, такому подчиниться, чтобы не выродиться в секту. Все. И так мы и поступили. И сохранили отношения добрые. Своё прежний статус отошел. Все, можно? Да, можно. Я смотрю, ты задавал вопрос по поводу бороды. И ты как бы об этом про бейцы там сказал, пейцы, или как они там правильно называются. Дело в чем? Вот это все, борода, к примеру, в частности, она человеку дана от сотворения. Мужчина создан, сотворен. То есть до закона он был. И почему то, что было до закона, оно как бы в силе и остается частью, если нет на то особого повеления от Бога. А к каким причинам? Потому что до закона, к примеру, до закона было так же, что не ели что-то, а потом ели что-то. Закон, когда пришел, что какие изменения принес, то он что-то изменял. А вот то, что было прежде закона, оно сейчас не отменено. Не отменено так же вот это, то есть борода. Почему? То есть если человек был сотворен так. Вот Христос когда говорил с учениками, они ему говорили, позволительно ли разводиться с женою? Он говорит, что это Моисей дал вам по жестокосердию вашему. А там не так. То есть он говорит, там, он обращается к первому, до закона. Говорит, а там не так. Так вот нам, то, что нам дано от сотворения, то и должно как бы сохранить. Поэтому это сохраняем. А то, что в законе уже конкретно, тут уже надо с рассмотрением подходить. Если есть это от сотворения, то так должно и держаться. Вот так я разумею. Все, закончу. Ну что, дальше мы идем. У меня есть еще вопрос. Может он не очень удобный. Вот тут вернемся немножко назад. Можно? Давай. Вот когда вот об искуплении шла речь, да. Вот есть Коринфянам, да. Первое Коринфянам 6, 6, 20. Ибо вы куплены дорогою ценою. Ну и посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые судьбожие. Возмездие за грех смерть. И то есть человечество, оно было, принадлежало смерти. Поскольку все были под грехом, и возмездие за это смерть. И мы должны были там куплены, искуплены это одно. Но куплены, вы куплены. Дорогоценою, кровью Христовую куплены. Вот. И у кого куплены-то? Вопрос-то есть. Он стоит, он никуда не деется. Мы куплены. А принадлежали мы смерти. Вот я бы хотел искренне узнать, что по этому поводу и как. Теофилакту, я посмотрел толкование Коринфянам, он не дает никакого ответа. Он просто повторяет слова, собственно. А знать хотели, что хотелось, у кого мы куплены. Ну, что смешного, Сережа? Жертва принесена, а чушь. Я ничего смешного не вижу в этом вопросе. Звук-нибудь ответить сможет? Подобно. Ну, а тут позволяю, Олег, подключаю. Сергей, ты прав, что вы куплены от смерти. Но я так думаю, что важно не у кого вы куплены, а важно для кого. Вот когда я должник чей-то, да, не важно для меня, чтобы за меня заплатили. Мне, а вот, ну, надо, важно кому заплатили, или кто платит. Кто платит, понятно, что он благодетель для меня. А кому платит? Ну, я здесь, ты можешь, может быть, не знать, но когда тебе предъявлено, а мы все под смертью заключены, посредством греха нашего. Вот это, как некоторая плата, закон она заключала под смерть, под смерть, получается, посредством закона, посредством доброго приобретали себе как бы злое. То есть, приобретали смерть к осуждению нашему, потому что все согрешили, лишены славы Божьей, потому что все есть приговор к смерти. И выкуплены от смерти, и это как бы, как жертву, в законе жертвы за грех приносились. И вот здесь Христос пришел исполнить закон. Он исполнил когда его? Вопрос. Тогда, когда ходил, терпел? Ну, да. Когда говорил? Ну, да. Когда сам исполнял закон? Ну, да. А в чем заключение его последнее исполнение закона? А тем, что он был вознесен на древо и сам стал жертвою за грех? То есть, по сути, что? Он по закону... Кому по закону приносились жертвы? Можешь сказать ответить? Жертва приносилась Богу. Жертва приносилась Богу. Значит, это жертва Богу. Ну, вот смотри, а была еще одна жертва. Вот козел отпущения, да, Азазел, которого уводили в пустыню, да? Есть тоже была жертва интересная, на которую клали руки первосвященник. И он грехи всего народа, которого потом уводили в пустыню. Была такая. А Азазел его звали. Жертва Азазел. Он написан, но дело в том, что кому все-таки была оплачена вот эта вот цена? Ну, оно кому? Вот смотри, жертва написано. Жертву... Все жертвы, я вижу. Я, может, если кто-то видит иное, но все жертвы приносились Богу. Но хотя Бог говорил такие слова. Юлия, Клев, Кельцов. Или там... Или еще там что-то. Смотри, нет, 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 Олежка, ты немножко это путаешь. Вот смотри здесь. Вы куплены, дорогую цену, куплены у кого? У куплены кровью Христовую. Принадлежали смерти. Кому заплачено вот это вот? Кровью Христовую. Вот это вот такой вопрос у меня. Может, он дурацкий, он, Сережа, даже смеется. Ага. А мне не смешно, мне, например, интересно. Я бы хотел все-таки знать. И у многих вопросов-то возникает. Сережа смеется, а ответить не может. Он тебя послал отвечать за себя. А что смешного? Сережа, я думал, что я ответил, что жертвы вообще я вижу, что приносились Богу. С Богу. И вот эта жертва... Он говорит, тело уготовал ты мне. То есть жертву из изражений ты не захотел. Тело уготовал ты мне. Для чего это было? Перед кем? Вы куплены перед сатаной? Ну, что-то я не думаю. Жертву приносились Богу? Я тоже сомневаюсь, чтобы сатане приносить жертву, прости Господи. Но мы должны искуплены, поскольку принадлежали смерти. Возмездие за грех, смерть. Мы принадлежали смерти. И вот слово куплены. Вот меня почему? Она очень-очень заводит в заблуждение меня, непонятное сомнение. А втолкование на этот вопрос у Селафилак-то нет. Я посмотрел, нет у него втолкования внятного, разумительного. Так. Вот интересный вопрос. Идем дальше. Толкование. Достаточно доказав, что для всех нужна вера, подтверждает это еще примером Авраама, пользовавшимся у иудеев большим уважением и говорит, что и он, отлично совершивший много великого, оправдался не делами, но верой. Называет его отцом по плоти, дабы показать, что иудеи не имеют духовного родства с ним, или лучше, дабы обязать, что этим во всем подражать ему. Если он оправдался делами, то имеет похвалу, но не пред Богом. То есть может хвалиться тем, что хорошо сделал нечто собственными трудами, но это не значит хвалиться пред Богом и не направляется к Богу. Напротив, кто оправдывается верою, тот имеет похвалу пред Богом, может хвалиться о Боге, как спасенный его благодатью и возлюбленный им. Может хвалиться верующий и иначе, именно как прославивший Бога тем, что поверил, что он может сделать то, что кажется нам невозможным. Итак, он имеет похвалу и дерзновение пред Богом, как имеющий истинное понятие о нем и верующий ему как всемогущему. Вопросы? Идем дальше. А можно, пожалуйста, сказать? Вопрос по теме и естественной задержке позже. Немножко вернуться к вопросу Сергея. Давай. Просто вспомнила стих, у Иова написано «Заступись сам пред собою». Вот, думаю, может... Может. Это ответа. Может. Посмотри, я бы с удовольствием посмотрел бы это самое, как не ела. Потому что я не... Я ругаюсь теперь. 1, 18, 3. А, вот, спасибо большое. Хорошо, да, для... Ага. И о чем там говорится? Контекста, о чем там идет речь? Ну, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Пока открываем, ребят, там о чем? Попробуем уже, по-моему, выкуп. Да, контекста не помню, но только их, этот... По-моему, или Бог? Бог, Бог, там обои говорится, что «вступись сам за меня пред собою». Ну, это оправдание, да, это... Ну, к жертве Христовой здесь как-то, ну, маловато имеет отношение. Он попросил к Богу Отцу, и умилостивил Отца, и тот позвал, потом Духа Святого, и умилостивление. Ну, он тело свое и понес. Кого он препонес? В сатаме, что ли? Ну, вот те тоже, не знаю, не думают. Конечно, нет. Ну, и куплены, написано, куплены, а были у смерти. Вот меня смущает. А были у смерти были, у Бога мы были. Бог же дает смерть за грехи. Он... Кто ты, глина, что споришь за горшечником? Он творец, он творец. Он может сосуды для чистого правительства, для нечистого. Он в один мах весь мир потопил, и он Бог, творец. Да нам зачем такие вопросы задавать? Правильно, мне так же говорить. Нам дальше идти и зацикливаться на этом. Ну, вопрос остается один. Кто-то сатане жертву приносит, но их право, это их выбор. Это известные факты. И зачем они эти жертвы ему приносят? Для чего? Нет, это понятно, что сатанисты. Просто здесь вопрос такой серьезный, который я сам не могу для себя решить. А люди, если будут спрашивать, я тоже не смогу ответить. А вопрос... Сережа Пухков, можно мне сказать? У меня пару слов. Давайте уж эту тему очень долго. Сергей Ильин, смотри, если духовно смотреть, есть две личности. Ну, в глобальном смысле, если смотреть. Есть личность Бога, и есть противоборствующая личность сатаны. Жертвы приносятся либо тому, либо тому. Ну, как-то посередки нет. Жертвы приносятся либо сатане, либо Богу. Но если эта жертва не сатане, а мы видим, что это явно не сатане жертва, то это жертва Богу. И здесь как бы вопрос закрыт. А вот, как мы ее понимаем, это уже дело третье. Все, я закончу. Хорошо. Спасибо. Ладно, будем думать эту тему. Спасибо. Так, еще у нас восемь минут. На Римлянам 4 глава, 4-й, 8-й стих. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог меняет праведность независимо от дел. Блаженный, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блажен человек, делающий, говорит, получает мзду, как даваемую ему за труд по долгу. Верующий, хотя не делает, однако, представляет со своей стороны веру. Вещь весьма значительную. Потому что убедиться в том, что Бог и жившего в нечестии может не только освободить от наказания, но и сделать праведным, это дело высокой цены. По этой причине и верующему вера его вменяется в праведность. То есть его веру приемлет Бог. Не для того, чтобы дать ему мзду, но для того, чтобы оправдать его. Поэтому, кто верует, тот приносит нечто и со своей стороны именно веру. Доказав примером Авраама, что правда или оправдание от веры представляет и Давида, который называет блаженным того человека, которому Бог не вменяет греха. И показывает преимущество и превосходство веры. Ибо если блажен тот, кто получает прощение по благодати, то гораздо блаженнее тот, кто выказал веру и оправдан ею. Что же говорит, затрудняешься в том, что он получает прощение грехов по благодати? Видишь, что получивший отпущение по благодати, ублажается. Ибо пророк не назвал бы его блаженным, если бы не знал, что он имеет большую славу. Ибо блаженство есть нечто весьма важное и выше самой праведности. Оно вверх всех благ, получаемых нами от Бога. Вопросы по этому стиху. То есть здесь вера ставится выше дел. И некоторые толкуют, ну вот я уверовал, и все, ручки сложил, и больше ничего не надо. Ни делами, ни каких дел делать. А что этому человеку отвечает? Я верю, я во Христа, я верю, что он за меня умер, и все. А делами не подтверждают свою веру. А на словах краснобайствует, прям так хорошо заслушаешься. И послушаешь такого, и действительно, я уже на небесах спасен, и я же верю. Зачем мне там милосты не давать, зачем мне там еще что-то делать-то? Кто хочешь ответить? Нет, желающих. Игнать, тихо, ничего, дела, хаверия, хаверия. Да, вернусь назад немного, где сейчас беседовали о том, кому искупил и прочее. Нужно быть очень внимательным здесь, с вопросами не залезьте за грань. А почему? Слушайте внимательно, кто вопросы задает. Псалом 130, ответ дан здесь, но на него никто не указал. Первый стих. Песнь восхождения Давида. Господи, не надмивалось сердце мое, и не возносились очи мои. И я не входил в великое, и для меня недосягаемое. Не смирял ли я, не успокаивал ли души мои, как дитя, отнятого от груди матери. Душа была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек. Вот это основание. Если священное писание умолчало, Библия молчит. Святые отцы умолчали, не говорят, у кого выкупил, зачем тебе искушения такие брать. Все, что касается Бога Отца, которого никто никогда не видел и видеть не может, вопросов вообще никаких не разрешается задавать. А кому, где купил? Прочитай писание и успокойся. Иоанна Златоусту Бог открывал тайны. И однако он ответил, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Не надо. Вот мы можем говорить, ангелы его не знали, но показал себя ангелом где в яслях. Вот теперь об этом можем рассуждать. А до этого никак. Свят, свят, свят Господь Савов. Вся земля полна славы Его. Больше ничего они не могли сказать. Нам эти вопросы не надо задавать. Почему? Мы не знаем смысла написанного и никогда не узнаем. Вот, допустим, неправильный управитель домом. Сколько должен? Он говорит. Теперь меняет цифры. Опиши столько-то. 100? Говори 50. Другую меру. Говорит. 180. Иоанн Златоуст говорит. Что означает цифра 180? Ничего не означает. Это просто взято для примера. Эти цифры ни один из святых отцов не толковал. Ну, а я хочу... Ну, капризная бабенка. Успокойся себя, как дитя тебе отнято от груди. Когда ребенка мать отсаживает, как она плащет, как хочет. У нас тоже две груди. Это ветхий Новый Завет. Ничего там больше нет. Молока для тебя больше не будет. Иначе потеряешь то, что имеешь. Любовь матери. Церковь, любящая мать. Этот вопрос никогда не истолковывала. Притом ни один из святых отцов. И мы даже спокойно сказать, хорошо, что сокрыл. У кого купил и как. Мы знаем, что жертва принесена была во искупление. Агнец берет на себя грех мира. Почему? Утверждение справедливости Божьей, его сущности. Вот это абсолютно точно знаем. Чуть в сторону, мы уже ничего не знаем. Отошел. Спасибо, не сказать. Так. Все, час прошел. Можно задавать вопросы мне по сущим, а у кого какие накопились. Можно? Можно. О выкупах первенцев. Вот была заповедь в законе выкупить первенца, то есть заплатить за него определенную сумму. Из-за того, что избранные были уже колено левита служить. И была заповедь, и евреи ее как бы и сейчас соблюдают. Какое вот сейчас отношение к ней? К этому относятся вот стих, что мы куплены дорогою ценой? Или все равно остается какая-то особенность на первенцах? Речь идет о библейском народе, который вышел из плена. Речь идет о пасхальной ночи. К нам это абсолютно никак не относится. Нам определенно сказано. Вот момент, что мы выходим из пустыни и греха, из арабства служения в греховном Египте. Они идут в Ханаан. Мы идем в Старство Небесное. Какой выкуп? Вся моя жизнь на алтарь Христа. Полное отвержение. Отвергнись самого себя. Вот теперь этот выкуп и пришел. Как? Очень просто. Я слышал такой рассказ. В одном где-то собрании было. Может оно не православное. С тарелкой, с большим блюдом шли. Денег совсем нет. И один будто бы мальчик, совсем небольшой, лет 6. И он говорит, опустите пониже. Он отпустил ниже, он говорит, еще ниже. И когда он отпустил до пола, он встал на эту тарелку. Возьми меня, Господи. Никто не знал, что это будет большой проповедник в Африке. Не Вилкерсоны какие-то. Ну, сам по себе пример, если даже просто притча, то это говорит о многом. Мы не себе служим, а как ему угодно. И мысли мои теперь, Господи, будут тебе доверены. Ты сам говорил, мои мысли не ваши мысли. Путеводи духом твоим святым. Вот это и есть. Он, когда Господь зовет и не говорит, ты болен, тебе трудно перенести. Не об этом. Ты беден, я тебя обогащу. Но, говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. Я успокою вас. И научитесь от меня не институты кончать. И я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. И в болезни утешения, и в потере родных и близких, и в пленении, и в приговоре смертном. Ты найдешь там утешение. Вот с этим ознакомился. Кроток и смирен. Постарайся в жизни воплотить. Кроток не означает, что ты как безразличный. В человека заложен гнев от Бога. Если человек, Павел сказал, ты брак всякой правды. Ну, он не сисюкал с ним. Он сказал, конечно, грозным голосом, там интонация изменилась. И Бог за это не осуждает. Почему Иоанн Затонис говорит так? Если бы гнев был не от Бога, Бог бы не вложил его в человека. Но теперь как его направить? Гнев человеческий не творит правды. И да не зайдет солнце во гневе вашем. Когда? Гнев направленный внутрь себя. Это самоукорение. Второе. Когда ты восстаешь за истину, когда еретики попирают ее. Мы знаем исторический факт, когда Никола Щедотворец, Мерликийский, арию даже ударил. Это не одобрило церковь никак, но он был оправдан. Он просто, как Златоуст говорит, хвалят имя царя. Загради ударом уста его, и царь тебя похвалит. Не тем более за царя небесного. Я к этому не призываю. Просто я говорю, есть такое написано. И вот мы это услышали. Я смирился, кротко и смиренно. К этому вопросу, кому принес, больше никогда не возвращаться. А выкуп какой? Выкуп дан за нас. И мы полностью, целиком, всем умом, всем сердцем, возлюбив ее, посвятили ему. К Ветхозаветному только намеком имеем отношение. Понимаю, откуда мы вышли и куда. Все. Еще вопросы, пожалуйста. Тогда продолжаем. В римлянам 4 глава 9-10 стихи. Блаженство сие относится к обрезанию или к не обрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. Если говорить, что блаженство принадлежит тому, кому не вменит Господь греха, то есть оправданному, Авраам оправдан, то всеконечно он получил блаженство. Посмотрим же, когда он оправдался. До обрезания ли или по обрезанию? Конечно, до обрезания. Значит, блаженство падает на не обрезание, то есть более принадлежит не обрезанию, нежели обрезанию. Вопросы есть? Я думаю, дальше надо прочитать контекст, потом порассуждать можно. Римлянам 4 глава 11-12 стих. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Толкование. Решает, естественно, возникающее возражение. Иной, быть может, возразил бы. Если Авраам оправдался до обрезания, то для чего был обрезан? Апостол отвечает. Он знак обрезания получил вместо печати, запетлевающей, что он оправдался верой, которую обнаружил прежде, будучи не обрезанным. Итак, относительно Авраама представляются два предмета. Необрезание и обрезание. Через необрезание он оказывается отцом обрезанных. Необрезанных. Через необрезание он оказывается отцом необрезанных. О, каких? Которые подобно ему веруют, чтобы и им вменилась праведность. То есть, чтобы и они оправдались. С другой стороны, через обрезание Авраам оказывается отцом обрезания. То есть, обрезанных. Отец же он не только тех, которые имеют обрезание, но и которые ходят по следам веры его, которую имел вне обрезания. Итак, настоящее место надо считать так. Стал и отцом обрезанных, не для тех, которые подобно ему по одному обрезанию, но для тех, которые ходят по стопкам веры его. То есть, подобно ему веруют в воскресение мертвых тел. Ибо он в старости и в омертвении поверил, что Бог может сделать семя его плодовитым и дать ему сына. Полная мысль такая. Авраам, будучи необрезанным, уверовал и оправдался, чтобы таким образом стать отцом верующих необрезанных. С другой стороны, он получил обрезание, печать и знак веры, которая вне обрезания, чтобы стать отцом обрезанных, входящих, разумеется, по следам его веры, которую имел он, не будучи еще обрезанным. Коль скоро нет этой веры, обрезание по пусту хвалится, подражая тому, кто показывает кошелек, которому предложена только печать, но в котором нет ничего. Итак, иудеи есть кошелек, запечатанный обрезанием, но веры, печать которой есть обрезание, не имеющий. Вопросы. Вопросы. Обрезание прообразно указывало на крещение. С этим согласны все, я думаю. Согласны. То есть, сегодня крещение – это печать веры. Как весь нам толкует, как тогда было обрезание печать веры. То есть, Авраам сначала поверил, он еще не был обрезанным. Он поверил Богу и толковательно говорит, что поверил? Воскресение мертвое. Когда поверил? Когда сына своего покорно хотел лишить смерти, и поверил, что Бог воскресит его в этот момент? Знаете, Николаевич, или когда-то в этом завете верили? Я знаю, что это показывал. Когда Господь сказал, что от отмерзвелого и изутрубы сары, совершенно мертвые, как Писание говорит, что обыкновенная женская, прекратилась. Иоанн Златоуст говорит, из сухого рву произросла такая виноградная лоза. Вот попробуй такое сравнение. Подальше. Подальше или ближе? Подальше. 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 Я хочу вернуться чуть-чуть назад. Вот когда рассуждения идут об отношениях Бога Отца и Бога Сына, ну, простой вопрос. Мы читаем верую, и там говорят, Бога истина, от Бога истина рождена, несотворена, и единосущно Отцу. Им же вся Бышна. Ну, дальше. Нас ради человек. И вот единосущно Отцу, им же, ну, нас ради человек. Это не два дня беседовали. Шесть столетий прошло. Шесть столетий. И сидели. Первый собор об этом решает. Второй, третий, четвертый, пятый, шестый и вселенские соборы. Я думаю, что и на поместных вполне могли поднимать эти вопросы. И поэтому нам туда даже глядеть страшно. Символ веры, считай, неизменно. Где Никео-Цареградский символ веры не принимает, там большие огненные буквы. Ересь. Погибель. Ад. И здесь нужно сказать то, что здесь известно. Известно об обрезании что? Вот это мы знаем. А с какой целью? Что оно означало? Обрезание от мертвых дел. Потому что через это, ну, человек зарождается как и чтобы как бы. Но все, что в Ветхом Завете было тенью. Никакой козел не мог взять грехи. Но человеку напоминалось. Ну, было же и оно в крещении. В покаянии. В покаянии, но прощения грехов не было. Оно не ей давало. Прощение грехов дается только в жертве Христовой, когда человек уверовал. Покайтесь. И крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа, а не во имя Иоанна. Вот дальше этого ни одного слова нельзя говорить. Шаг в сторону, любой. Ты можешь совершенно никогда оттуда не вернуться. Я просто хочу поделиться опытом. Я 50, уже 4 года вернул. Я никогда, ни в одной беседе, а их тысячи было бесед, на эту тему не говорил. А я хочу знать. Я поднимался и уходил. Я понял, сатана встал в полный рост, он желает туда затащить. А сокрытое. В Библии об этом нет ни слова. И все на этом. Но церковь установила. Единосущный Отцу. Нераздельная, единосущная Троица. Три единые. И слово Троица вели. Я это принял. Дальше ничего не надо говорить. Вот это делюсь просто опытом. А если бы спорил, может быть, давно был неверующим. За этим другой был вопрос. А я хочу знать. Ну смири, как дитя отнято от груди. Ничего больше не надо. Отошел. Вопросы появились? Если нет вопросов, тогда давайте дальше читать. 13-14 стихи. «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование полкования. Апостол доказал уже, что оправдание бывает незаконом, но верой. Теперь он доказывает, что и обетование получил Авраам незаконом, но праведной верой. Какое же обетование? Быть наследником мира. То есть, чтобы в нем благословились все народы всего мира. Ибо если наследие, говорит, дано законом, то тщетна вера. То есть, оказывается тщетной и бесполезной. Ибо кто станет заботиться о вере, если обетование наследия дано законом? Но положение дела не таково. Авраам наследовал обетование незаконом. Ибо где тогда был закон? Но верой, как написано, Авраам поверил. В статье 15.6 Поверил. Вопросы? Нет вопросов. Идем дальше. 15 стих. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Толкование. Теперь доказывает, каким образом бездейственно обетование. С законом, говорит, соединено преступление. А преступление закона производит гнев и подвергает клятве и наказанию. Как же, спрашивается, виновный в преступлении достоин наследовать? Вопросы? Преступление закона производит гнев. Чей гнев? Божий? Вопрос. Или у кого-то другие предположения? Бог же гневается, что мы грешим, не соблюдая его заповеди. Не сатана? Сатана радуется, когда мы грешем, когда мы идем в ад. Он ставит подножки. 16-17 стихи. Читаем дальше. Итак, поверь, чтобы было по милости, дабы бытование было непреложно для всех. Не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам. Как написано. Я, то есть Бог, поставил тебя отцом многих народов пред Богом, Которому он поверил животворящим, мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Толкование. Так как закон производит гнев, то и говорится, что Авраам оправдался и стал наследником верою, дабы все было по благодати. А благодать для чего необходима? Дабы обетование было непреложно. Ибо благодать, не как закон, не имеет преступления, чтобы даруемое было не твердо. Поскольку же все бывает по благодати и милости Божией, то даруемое по справедливости непреложно всем нам. То есть для всех верующих. Не для тех только, которые по закону, то есть обрезанные, но и для тех, которые не обрезанные, которые суть семя Авраама, рожденные по вере. Поэтому кто не имеет веры, тот не есть семя Авраама, который есть отец всем нам. То есть верующим, как написано, я поставил тебя отцом многих народов. Смысл такой. Авраам есть отец всех пред Богом. То есть подобно Богу. Как Бог есть отец всех, так и Авраам не по естественному родству, но по союзу веры. Которому он поверил. Присовокупил для того, чтобы показать, что Авраам получил и награду за веру быть отцом всех. Посему, если ты, иудей, не признаешь, что Авраам есть отец всех, то ты уменьшил почесть, которую получил он веры. Теперь, повторяя сказанное выше, то есть что Авраам поверил, что омертвевшую плоть, какова была его, может Бог не только оживить, но и сделать плодовитой, почему и говорит теперь, животворящим мертвым. Слова же, называющим несуществующие, как существующие, и совокупил для того, чтобы показать, что для Бога не невозможно сделать тех, которые не дети Авраама, детьми его. Не сказал, однако, приводящим в бытие несуществующие, но называющим. Сколько легко для нас назвать что-нибудь существующее, столь же удобно для Бога привести в бытие несуществующее. Пожалуйста, вопросы. Нет вопросов. Все понятно? Сергей, вернуйся назад. Я думаю, кое-что непонятно тут на 15 стих. Теперь показывает, каким образом бездейственно обетование. С законом, говорит, соединено преступление. Как так? То есть закон указывал на преступление. А иначе зачем закон-то принимать, если этого события нигде нет? Закон у нас не принято, чтобы на уроке не играть радиоактивными палочками. А их нету нигде. А если появится, будет закон. Закон везде. Соединение с преступлением. А преступление закона производит гнев Божий, подвергает клятве. Никто не видит, разве что клятва здесь ни при чем. Это слово проклятие означает. В толковании святых отцов везде. Говорится. Допустим, возьмем Анкирский собор. Ну, монахи все это придумывали. Но, наконец, дошло до такого состояния, что государство начало разваливаться. Были монастыри по 50 тысяч человек. Учитывая, что во всей Римской империи было от океана до океана. 120 миллионов только насчитывалось. И тогда стали под клятву заводить. Если жена оставляет мужа или муж жену ради благочестия, как Алексей Божий человек убежал, да будет под клятвою. То есть проклятие. Анафима. Если родители оставляют детей ради благочестия, хочу идти в монастырь, а детей куда-то сбагрить, под клятвою. Если жена обрезает волосы, про бороду не сказано, ради благочестия, да будет под клятвою. А как же, куда деть теперь житие святого Андриана и Натальи? Это было раньше. А до закона нет преступления. Но когда закон принят был, все кончилось. Священники не раньше 30 лет. Шестой Вселенский Собор, 14-15 правила. А до этого было так. Вот Анфимий комедийский, 20-летний уже был епископ, не священник. Сегодня ставят 17-летний. Но иногда умудряются, как вот сегодняшний патриарх. Нет, 30 лет уже в епископы поставили. То есть, уже двойное нарушение закона. И зачем? Я просто объясняю. Ничего не делаю. Потому что любое правило, как правило, не имеет никаких комментариев. Это в отдельной книге, а не обязательно есть где-то. Если едешь туда-то на красный свет, нельзя превышать скорость, там обязательно. Ну а если? Бывает иногда, по-другому нельзя. То там дается комментарий. То вот комментарий дается именно к этому правилу. Ибо и Христос вышел на проповедь не раньше 30 лет. Вот единственное здесь правило на весь собор, которое дает указание, почему именно приняли такое правило. И когда раньше 30 лет рукополагают, означает, выше Христа лезут. У евреев было обычно. Раньше 30 лет он не мог быть народным или, как это сказать, публичным проповедником. Там где-то беседовать еще мог, но выходить как оратор, как философ, как в Греции запрещалось. И поэтому до 30 лет считался отрок. Ну а дальше по вере тут надо принимать это и все. Я хотел объяснить слово подклятвую. И подвергает клятве, то есть проклятию. Это сохранилось, ну как отклик церковно-славянского языка. В русском языке прямо было написано под проклятием. Все. Проклятие и анафема Поэтому сегодня православие от пятки до макушки в нарушении заповедей. Я специально 3 года провел над этим. 413 правил нарушает и 719. Притом абсолютно во всех храмах. 413 правил. Притом никакой нужды нет. Ну сказом торговать нельзя в церковной ограде. Никогда не отойдут. Бизнес. Потому что сразу все зависло. Мы практику проводили. Все. Литургия остановилась. Народ весь столпился. Шум идет. Настоятель. А в чем дело? А я с ними беседовал. Печку делал. Две торговки. И они не стали делать. Он меня возненавидел лютой ненавистью. Хотя хотел вынести всю торговлю, но только на неделю. Я говорю, нет. Неделю можете не дожить. Надо это сделать сегодня. И убедился. Никакой службы нет. На первом месте Мамона. Эта жизнь дает опыт. Я вот к вам хотел всем сказать. Потому что, может, такой возможности не будет. Оглянитесь вокруг сегодня. На домашних. На дом. На квартиру на свою. Как это дорого. Ехать куда-то ты в своем городе. Позвонить куда-то. Все есть. Господи. И за все начни славить Бога. Я вот спрашиваю своих. Ты за это славишь? Нет. Ну, в одном доме для психически больных проповедник один был. И к нему подошел один, говорит. А вы Богу молитесь? Преступник меня посадили. А это из-за вас. Он говорит. А почему из-за меня? А вы помните? А то в Латвии было. Вот такое-то там хутор есть. И дело было осенью. Лунная ночь. Вы заезжали в сторону от дороги. Заезжал. И он припомнил. Мимо ехал. Скажем так, священник. И у него была мысль попроведывать попутно. Ну, позднее время тут его прихожане жили-то. Как-то рука сама потянула коня туда. Он подъехал к хутору. Хутором называется там дача, как по-сегодняшнему. Люди живут. Он обошел вокруг. Никого нету. И он решил зайти в сарай и помолиться. Тот человек, который пришел убить их, убить хозяев-то. Он не знал о том. Но увидев, что стучит пролетка, он туда в сарай шмыгнул. Сарай был открытый. И он зашел в сарай. В лунном свете стоит и стал молиться. Господи, если кто угрожает ему, да отсохнет рука того человека, чтобы не прикоснулся к святым. А я, говорит, держал руку с ножом поднятой. Вдруг я почувствовал, холод потек по руке. И вот я с тех пор совершенно, говорит, с сухой рукой. Это вы сделали. И сколько здесь было молитвы и благодарения. Мы должны научиться ценить, что вокруг нас. А что побудило меня сегодня так размышлять? Я в жизни своей был в разных переплетах. Ну, за последние 30 лет, это было 3 года назад, когда мы были в Швеции. Второстепенная дорога. Мало машин. И у нас полетела машина, абсолютно не выправляет. Оказывается, шестерня в моторе передачи, там топлива или еще. Мы не знаем, хоть тысячу машин рядом. Куда бросить нельзя. Тут собака, корм. Везем книги. Мы даже уйти не можем никуда. Привязаны. Но питание еще есть. И вот помолились. Ночь прошла. Дальше полдня идет, а мы не с места. Некуда обратиться. Мертвый груз. Решили пойти в обратном направлении. Там, видели мы, домик стоит. Зашли, а там человек говорит, я только хотел уехать. По-английски немного понимает. Ему рассказали беду. Русские, русские. И он, оказывается, вызвал полицию. А уж полиция приехала, разобралась с нами. Вызвали эвакуатор. А вы можете заплатить? Можем. И дальше нас потащили, потащили в один город. Потом, это же эвакуатор уже там побыли, когда русские пришли. В порт один. А изнутри переплыли в море. А оттуда из Литвы. И, наконец, утащили в Калининград. А там отремонтировали. И вот таким быть покинутым текут облака, лес. И молитва одна только. Божья не оставь. Вот эта покинутость, когда у тебя нет дома, нет родственников, неописуемо страшно. И поэтому сегодня обернись вокруг, посмотри и скажи, я дома, в своей стране. Рядом транспорт, родные и близкие, постелька своя, шкафчик, холодильник. Как ты велик, Господь и Бог мой. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Ну и все. Занятие закончено. Достойно есть, как право истину, вложить на Боя корицу, пресновлаженную, и преднепрошенную, и матерь Бога нашему, честью, и славящую, и славящую, любовь истинную, и славящую, и славящую, и любовь и родицу, повеличая. Милосердный наш создатель, Господь и Бог, мы предстали перед Твоим величием, прими наши сердца сокрушенные, положи добрые мысли и в молитве, ибо мы не знаем, о чем и как должно молиться, только Дух Святой взывает Ам воочи. Ты избрал нас и даровал веру Твою святую. Какие мы счастливые, слава Тебе! Ты окружил нас заботой близких и родных. Хвала Тебе! Благодарю Тебя за скорби и печали, за радости, за болезни и за здоровье, за все Тебе хвала. И мы были в таком положении, ниоткуда нет помощи. И только Ты и молитва дивных и святых Твоих помогли им вернуться домой. Хвала Тебе! За эти занятия! Слава Тебе! За блаженного Феофилакта, за святых отцов, которые истолковали Священное Писание! Слава Тебе! За переводчиков Писания! Слава Тебе! За детей Авраама, которым Ты верил, это Слово Божие, которые сохранили его неповрежденным! Хвала Тебе! Распусти нас с миром! Тебе, Боже, хвала, слава, слава, счастья, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух! Аминь! 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 Сверху Божию! Аминь!